Бертольд Брехт, немецкий драматург, тоже, в общем, конец 20-х у него, как бы он заявил о себе, первые его такие классические по типу трёхгрошовые оперы там и так далее, его произведения. Ну, в принципе, он из Баварии, южный немец, как и Гитлер, в Аугсбурге он родился, ну, образование у него было гимназическое, родился 1898 год, ну, соответственно, был когда 14-й год, ему 16 лет уже было, Германия в войну вступила, и он уже маленький, сначала, значит, поддался шовинистическому угару, писал статьи, что война нужна, когда ему 16 лет было, вот, но постепенно перешёл на антивоенные позиции, как и многие немцы, где-то с 13-го года он там пишет помаленьку, ну, пишет он в основном стихи, Брехт как поэт начинал, ну, естественно, 1910-й, он под влиянием различных модернистов находится того времени, что, в общем, у него осталось и до самого конца это всё немецкий экспрессионизм и так далее. Реалистического искусства Брехт никогда не любил, и что самое интересное, по иронии судьбы, стал классиком коммунистической литературы немецкой, хотя считалось, что реализм соответствует коммунизму, да, стал классиком социалистического реализма всю жизнь, борясь с реализмом Брехт. Всё-таки он захватил войну, в январе 1918-го его в армию призвали, чтобы от фронта откосить, он пошёл в медики, и потом ещё учился в медицинском университете некоторое время. Ну, в общем, на фронт, да, не попал он, писал стихи уже интенсивно в это как раз время. Довольно-таки иронические, полностью антивоенные, с издевательством над всей этой военной символикой и так далее. Дискредитировал армию в критической ситуации, когда Германия была на грани поражения, потом поучаствовал в революции и даже был избран в Агусбургский совет рабочих и солдатских депутатов. Ну вот в революции он нахватался уже марксизма, даже он был членом социал-демократической партии, но он сам говорил, что у него на тот момент несознательно это всё было. Вот. Ну, в целом он публиковался даже в коммунистических газетах уже на тот момент, то есть что-то там у него... Ну, всё равно он всегда левый был, как бы. Но он говорил, что он тогда так плохо вообще разбирался, типа потом разобрался. Ну, имеется в виду во время самой революции немецкой 18-го года. Потом опять учился в университете в Мюнхене, тогда же увлёкся, в принципе, театром. Вот на фоне этого он наблюдал как раз пивной путь Гитлера, и там уже Гитлер его в списке записал, по типу, кого бы приступнуть после прихода к власти. Уже там у него Бертольд Брехт фигурировал, как вот явная левая богема такая Мюнхена. 1919 год. Написал первые пьесы «Валы, барабаны в ночи», но их не поставили там в Мюнхене. Начинает после этого появляться в Берлине, пытается в берлинские театры отдать свои сочинения. В начале 20-х они пытаются также кино снимать со своими друзьями. Там у них определенная тусовка экспрессионистов. Ну, в целом, вот это... Если, не знаю, для 30-х уже Брехт всё время говорил, что у него свой стиль эпический театр. Для начала 20-х это скорее немецкий экспрессионизм, и там у них группировка, то есть у него там много друзей. Ну, левые немецкие экспрессионизм. Эрнст Буш, известный поэт марксистский, постоянно поёт именно песни Брехта агитационные. Ну, вот это всё та же тусовка. Эрих Энгель, там много их было. Ну, первую пьесу всё-таки «Барабаны в ночи» 1922 год он в Мюнхене смог поставить. Ну, и какая-то определенная известность как драматурга у него появилась, но он медленно к славе шёл. То есть в начале 20-х он уже очень много пишет, но особенно так нигде неизвестен. 1924 год он ставит тоже в Мюнхене «Жизнь Эдуарда Английского». Ну, и считается, что вот с этой пьесы он начинает уже в собственности рискать. Ваал тоже он считал, и он в собственности называет «Эпический театр Брехта». Ну, чуть позже, когда я буду творчество характеризовать, я поговорю о принципах эпического театра Брехта. Ну, в общем-то, любая пьеса Брехта хорошо, заметно, что отличается от любого мейнстрима. Хоть реалистического, хоть авангарда. Ну, 1924 год перебирается в Берлин, там много известных режиссёров. Макс Рейнхард, Эрвин Пискатор. Ну, к сожалению, видимо, вот про них про всех не будем. То, что всё-таки акцент у меня на Россию в этих всех хрониках, да? Ну, про Брехта надо, Брехта для России важен. Поэтому про Брехта будем, а про его многочисленных друзей не будем. Ну, в общем-то, его там даже и ругают. Во-первых, в середине 20-х критика считает Брехта эпигоном, подражает он, значит, якобы экспрессионистам. Потом, когда Брехт уже собственный стал ставить эпическую драму, тогда вообще его ругали, говорили пьеса идиота, бессмысленное кривляние и так далее. То есть ругали его в 20-е тоже много, в том числе с реалистических позиций. И он как раз в 20-е конфликтовал с реализмом. Господствовал натурализм в Германии, то есть реалистические пьесы. А Брехт начал именно модернистскую драматургию, что вызывало сильные конфликты. И критики, на самом деле, всё время ругали его. Ну, в какой-то степени это способствовало тоже славе. Пытался он также учиться в Берлинском университете. Жил он полностью уже на творчестве своё. То есть у него были договоры с издательствами, но бедно жил. То есть он жил на творчестве, но с трудом хватало. Писал рекламные тексты в том числе. Короче, креатор он был такой, фрилансер. 1926 год он делает инсценировку похождения бравого солдата Швейка Гашика, тоже коммунист. Ну и вот, считается, похождение бравого солдата Швейка Гашика уже довольно такое популярное было. Очевидно, политическое. Явно уже в стиле Брехта. Это уже такой сравнительно зрелый Брехт, 1926 год. И с ним связался Эрвин Пискатур, который был также что-то типа Мейерхольда местного. То есть тоже был модернистом. Короче, модернистский текст в модернистской же постановке. Вдарился в авангард конкретно. После этого он примкнул к группе всех вот этих леваков-литераторов. Курт Тухольский, наверное, самый известный из них. Альфред Дёблин, Эрнст Толлер и так далее. Они все увлекались там марксизмом. И как раз вот в конце 20-х Брехт читает «Капитал Карла Маркса». Эрнст Буш начинает исполнять его песни левацкие. Ну вот репертуар Эрнста Буша это в значительной степени Брехта. Там действительно хорошие, между прочим, песни агитационные и так далее. Качественные он был. Поэт был хороший, Брехт. Но это заметно и в зонгах, и в его песнях. Ну и наконец, в 1928 год он ставит «Трехгрошовый оперу». Поэтому я его сюда помещаю тоже. В 1928 год именно Брехта «Трехгрошовый опера». И вот она, короче, да, имела уже бурный успех. Критики писали «Брехт наконец победил». То есть он в течение четырех лет писал множество всяких пьес, стихов. Все равно считался таким второстепенным автором. Его часто ругали. А вот «Трехгрошовый опера» сразу был успех. Вот с этой точки. Там действительно произведение, конечно, впечатляющее. О всех отношениях. Ну вот с этой точки Брехта популярен на 1928 года. Ну, блин, популярность в качестве левого автора в Германии, где фашисты к власти приходили, это довольно так проблематично было, да. Значит, ну, в какой степени он коммунист? Он ориентировался на Карла Корша, у которого толкование марксизма было своеобразное, и Корша в 1926 году уже исключили из КПГ за то, что он слишком левый. То есть если Брехта классифицировать, он такой радикальный демократический коммунист, что, естественно, его ставило в оппозицию к сталинизму. Не сказал бы я, что Брехт троцкист, он никак с этим троцким не связан. В общем, левое он, левое искусство, вот этот авангард, да, оно соответствовало радикальным политическим позициям, но в том числе и демократическим. Но надо сказать, что вот лучший певец Компартии Германии 30-х годов это Эрнст Буш, Эрнст Буш поет тексты Брехта. То есть хотя коммунизм у Брехта был своеобразный, так скажем, какой-то свой собственный, такой чересчур бунтарский, именно Брехт и создал все основные тексты немецкой Компартии. Они, собственно, его классикам немецкой литературы были вынуждены провозгласить у него в других похожих таких поэтов не было, как Брехт. Такого же уровня. Ну вот в коммунистический период он как бы в партии никогда не составил, между прочим, Брехта в коммунистической. Считался главным коммунистическим автором. В это время он инсценировал роман «Горького мать», написал совершенно коммунистическую пьесу «Коля вампи» или «Кому принадлежит мир», смысл которой исключительно в иллюстрации положений Карла Маркса, просто инсценировка Карла Маркса. Ну, надо сказать, что Брехт, будучи хоть и коммунистом, но независимым от партии, постоянно призывал к союзу с социал-демократами, чтобы остановить фашистов. Это была верная позиция, но ее Компартия не разделяла и называла социал-демократов социал-фашистами. Фашисты, естественно, ненавидели Брехта, который написал множество пародий на Гитлера, множество антифашистских песен, которые мы все знаем. Ну, вот, кстати, песня о едином фронте, собственно, призывает к единству всех левых против фашистов. Ты войдешь в наш единый рабочий фронт, потому что рабочий ты сам. Ну, так вот, после того, как Гитлер пришел к власти, еще какое-то время там непосредственно репрессий не было. Они репрессии начали после поджога Рейхстага. И вот как раз, когда уже Рейхстаг, короче, горел, Брехт и Татая бежал. То есть вот с поджога Рейхстага было ясно, что начнут репрессии против левых. Ну, эмигрировал он сначала в Вену, потом в Швейцарию. В Германии шла фашизация, и Брехта запретили уже где-то 10 мая 1933 года, когда начали всех марксистов, короче, сжечь книги. Вот где-то вместе с Ремарком запретили Германию и Брехта. С 1933 года он переселился в Данию, где он жил в рыбацкой хижине, и в сарае на потолке у него была не написана цитата из Ленина «Истина конкретно». Ну, он в Дании очень много, вообще говоря, писал. Трехгрошовый роман, множество пьес он писал. «Страх и отчаяние в Третьей империи», «Жизнь Галилея», начал «Мамашу кураж», активно там боролся с фашизмом, занимался теорией своего этого эпического театра, обобщал свои достижения эстетические. Тем временем в Дании и в Швеции тоже были довольно сильные фашисты, и фашисты, короче, в странах разных, они травили немецкую эмиграцию. Эмиграции было довольно много, когда Гитлер пришел к власти. В 1933 году очень много левых там было, на самом деле, в Германии. Да полстраны левых было на выборах-то, в 20-е. Значительная часть из них никуда не поменялись, фашисты не конвертировались, бежали. Куда бежали? В германские страны, Швейцарию, Австрию, Данию, Швецию. Во всех этих странах были свои фашисты, и они требовали, чтобы выкинули этих мигрантов или вообще выдали их Гитлеру. Вот тоже в Дании развернули травлю Брехта. Ему удалось поставить часть пьес, часть пьес запретили из-за коммунизма в Дании. Поэтому он начал добиваться американской визы и поселился также в Стокгольме в 1938 году. В Стокгольме тоже было довольно много немецких мигрантов, там были развитые левые в Швеции, социалистическая рабочая партия была и так далее. Тем не менее, власти Швеции сплошь и рядом выдавали антифашистов германским властям. Вот, кстати, для 30-х, если вы думаете, что там прям так все с фашизмом боролись на Западе, то это все было не так, и особенно это почувствовали иммигранты немецкие. Вот сплошь и рядом даже в Англии выдали полмиллиона евреев Гитлеру. То есть вот эти все, которые бежали, евреи, коммунисты, социал-демократы и так далее. Это Эйнштейн был знаменитый, поэтому его, так сказать, все ценили, и прочих физиков. А этих обычных всяких левых их выдавали обратно Гитлеру, где он их сажал в концлагеря, и Брехта вполне тоже могли, что он известный был автор коммунистический. Ну вот в Стокгольме он завершил «Мамашу Кураж». Она вроде как антивоенная пьеса, а он ее завершил уже когда война шла, там, мировая, то есть опоздал он. По этому поводу Брехт шутил, что дословные писатели не могут писать с такой быстротой, с какой правительство развязывают войны. Ведь чтобы сочинять, надо думать. Ну так или иначе, значит, бежал он сначала в Финляндию, по мере там наступления дальнейшего фашистов. Он приезжал в Советский Союз, но в нем не остался. Во-первых, в СССР арестовывали немецких мигрантов тоже. Вот этих немецких мигрантов им везде было плохо. Даже те, которые в Советский Союз, их там подозревали, что они шпионы немецкие, и сплошь и рядом арестовывали. Причем друзей Брехта, всяких коммунистов там, реальных, деятелей искусства известных немецких, сколько угодно. Тем не менее, все-таки, как коммунист, он, ну, с одной стороны, он выражал, как бы, сожаление по поводу происходящих там московских процессов. То есть там даже не столько вот этих немцев-то сажали, там же были массовые процессы коммунистов над коммунистами, о которых я буду рассказывать, когда 30-е буду. Ну, о которых все знают, вообще-то, да. Ну, вот Брехт, он как бы пытался как-то оправдать, то как-то осудить. В общем, сложно он относился, так или иначе, в СССР он не остался. В 37-м году расстреляли его друга Сергея Третьякова, который переводил Брехта, переводчика на русский. Вот Брехт как-то пытался осмыслить. Он написал философское сочинение «Книга перемен», где пытался какой-то демократический марксизм представить, где не будет этих всех расстрелов. В общем, как-то все-таки Брехт для себя объяснял. Он все-таки западный был интеллектуал, и вся вот эта азиатская жестокость показных процессов, он все-таки ее органически не принимал. Но пытался как-то рационализировать. Ну, вот сейчас тоже все отмечают, что на Западе проблема, что пытаются как-то объяснить Путина, а что объяснять? Мы вот тут живущие прекрасно знаем, что наше начальство объяснять не надо никак. Это просто злобные идиоты. Нет способа объяснить какую-то их логику. Вот Брехт все-таки пытался как-то объяснить какую-то логику Сталина найти. Ну, вот так вот. Ну, вот тогда он написал «Жизнь Галилея» в конце 30-х. Вроде как он там предсказывает атомную бомбу, но говорят, что на самом деле «Жизнь Галилея» написана именно про московские процессы, то есть про Сталина. Ну, как обычно он пишет символично, поэтому можно и так, и так трактовать. Ну, вот он, не будучи членом никакого партии, пытался в это время какой-то свой собственный марксизм демократически сформулировать, но поскольку он был поэт, у него как-то получалось слишком образно, слишком экспрессивно, и никакой концепции так и не вышло. Ну, так или иначе, вот в условиях, когда Финляндия тоже, значит, стала фашистской, стала с Германией сотрудничать, размещались немецкие войска. Вот в мае 41-го года, уже накануне вступления Финляндии в войну на стороне Германии, да, он получил визу в США и уехал в США. Оказалось, что там в Голливуде, как он говорил, весь Берлин, то есть основная часть наиболее известной всей богемы немецкой добежала до Калифорнии. И оказалось, что он там хорошо известен, но в то же время ФБР тоже считают его коммунистом, завели на него досье. Тем не менее, он там тоже много пьес писал, часть не удалось поставить в США, но в США был его друг Леон Фехтвангер, тоже левый, о котором я уже рассказывал. Фехтвангер переделал его пьесу в роман, а Фехтвангер очень хорошо продавался, и он из гонорара отдал Брехту 20 тысяч долларов за его текст. На эти деньги Брехта жил в США. Большие были деньги, потому что с тех пор доллары раз в пять, наверное, упали. То есть, наверное, что сто тысяч долларов считать. Ну вот, как раз все Второй мировой он прожил на эти практически деньги Фехтвангера, но продолжал он ставил пьесы, «Жизнь Галилея» поставил он в США, и так далее. Тем временем в Германии ГДР у нас образовалась, а в США началась комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. В США всех коммунистов, короче, паковали. Даже Чаплина почему-то решили, что коммунисты из США выкинули. Ну вот, поэтому Брех все-таки поехал в ГДР, хотя он уже к этому сталинизму относился скептически. В ГДР они его там чествовали, он поставил мамашу Кураж и ее дети с большим успехом. В ГДР его объявили классиком литературы немецкой, ну так как он действительно был наиболее известный автор марксистов немецкий. А ГДР устроили как марксистское государство. Он стал действительным членом Академии искусств ГДР, даже ее вице-президентом, ему дали национальную премию ГДР и так далее. В то же время в руководстве ГДР, естественно, сидели сталинисты и проблемы для него тоже создавали, и для Эрнста Буша. Вот эти вот радикалы 20-х, 30-х, которые в марксизме видели какое-то средство революционного обновления общества, как и у нас, они при реальном сталинизме оказались не при делах. Ну там все-таки немцы, они как бы ценят культуру. Они их, конечно, не убили, а не Эрнста Буша. Эрнст Буш был самый известный певец. Нафиг, немецкий, коммунистический. А Брехт был автор его текстов. Они их не убили, но о них травили, они их воспитывали. В конце концов, они начали предъявлять, что Брехт чересчур авангардный, а нужен нам социалистический реализм, то есть достаточно спокойное такое искусство, да, агитационное. В начале 50-х пошла дискуссия о формализме. Под формализмом сталинисты имели в виду именно модернизм, и именно принципы Брехта, именно авангард. Поэтому формализм попал против Брехта. И, естественно, когда началась критика формализма, то примеры проводили из Брехта в ГТР. Потом, значит, его критиковали за пацифизм, за национальный нигилизм, за чуждый народу юмор и за принижение классического наследия. То есть, короче, Брехта в сталинской ГТР критиковали за то, что он левый, за то, что он против войны, за то, что он за неспровержение традиций и так далее. В общем, за все то же, что и в 20-е его право критиковали. С 1953 года вообще насаждают систему Станиславского в ГТР, такую реалистическую, и вообще запрещают Брехту, вот его этими способами, не уж там специальный был эпический театр, применять, короче, его принципы при постановках, чтобы Брехт ставил по Станиславскому. Ну, то есть, это убийство в полной всякой оригинальности Брехта. Его при этом обвиняют в формализме, в космополитизме. И хотя вот первые сивы, когда он приехал, он ставил пьесы, сразу получал премии, теперь вообще их не ставят. Вот. К тому же Брехта же, он был вице-президент Академии искусств и начал защищать всяких, естественно, художников и поэтов от репрессий со стороны властей. Тем не менее, в ГДР они его не посадили, они его травили, не публиковали и так далее. В 1953 году были серьезные волнения рабочие в Берлине, о которых я еще расскажу. Ну и Брех как-то там тоже, ни туда, ни сюда. То ли он этих рабочих поддержал, там рабочие против коммунистов на самом деле пошли. То ли поддержал, то ли потом сказал, что недовольство объективное рабочих используют фашисты и так далее. То ли поддержал, то ли не поддержал. В общем, он уже, так сказать, свой радикализм потерял, так как он понял, что в ГДР он не нужен был. Тем не менее, 1954 год Брехту дали международную сталинскую премию за укрепление мира между народами. Он приехал в СССР, посмотрел то, что там в театрах, это уже, в принципе, хрущевское время. Ему понравилась только баня Маяковского, Брехту. Ну вот он почувствовал что-то свое, тоже авангардное. Встретился с Бернетом Райхом, которые освободили его из сталинских лагерей. Пытался выяснить судьбу остальных своих друзей, которых сталинисты посадили. Ну, в общем, 50-е у него как-то сложно все было. Он начал писать пьесу Кориолан против культа личности. Уже осудили культ личности в СССР. И он пытался что-то, какую-то альтернативу марксистскую культу личности предложить и так далее. Ну вот Кориолан, вроде как, одна из последних его пьес. Фактически это тоже рассуждение о правильном таком марксизме, но в условной форме. Инфаркт на 59-м году жизни. Ну вот, дотравили, по всей видимости. Внезапный инфаркт обширный, и все, в 56-м году, в 59 лет, умер Бертольд Брехт. Ну, тяжелая жизнь, миграция, мотался по всем странам от Гитлера. В конце жизни, вроде как, получил заслуженную славу, да и то конфликтовал со всеми властями при этом. Но, тем не менее, они его в ГДР признавали, они его торжественно похоронили. Все на уровне президента, на уровне коммунистической партии. Все там они его прохвалили. Эрнст Буш там песни пел, его старый друг. Ну, что касается творчества. Во-первых, первоначально был известен как поэт, и он поэтому остается. У него значительная часть пьесы это зонги, то есть, в принципе, песни. Он, да, поэт-песенник, скорее. У него такой рваный ритм, который ориентируется скорее на музыку, чем на смысл. Но, тем не менее, смысл там тоже довольно яркий. Находит там влияние, с одной стороны, Артюра Ринбо, то есть, символизм, да, и Киплинга. То есть, модернизм. Символизм тоже, в принципе, Киплинг, да, западный. И, кроме того, китайскую поэзию. Брехт все время интересовался Китаем. У него действие части пьес Китая происходит, и китайская поэзия, в том числе, влияет на, собственно, поэзию Брехта. Много агитационных песен, о которых я говорил уже. Ну, можно их в большом количестве на ютубах послушать в разных аранжировках, довольно-таки, динамичные. Также он пародии, кстати, на Хорст Весель писал. Вообще, на нацистов много пародий писал, стихотворных. В конце жизни пытался какие-то элегии писать, то есть, традиционную лирику. Но, правда, я не читал, оценить не могу. Больше всего, конечно, он известен как драматург. Драматург он левый. Все пьесы совершенно четкие социальные смыслы имеют. Единственное, что поздние пьесы направлены уже против самих коммунистов. Ну, он как бы так в мягкой форме, он все равно же марксист. Он пытается как бы выяснить, исследовать, что же все-таки могло бы выйти-то из этого коммунизма, если бы не совершили всех этих ошибок. Ну, видимо, Брехт он какой-то такой хрущевский. То есть, он считает, что сталинизм это было хорошо, но там были ошибки. Ну, вот что-то об этих ошибках он тоже писал. Основная, впрочем, часть пьесы совершенно очевидно критикует капитализм. Ну, со всеми его последствиями войной и всем таким. По своему методу, он резко еще с 20-х полемизируется натурализмом и говорит, что должен быть эпический театр. Вот свой метод он называл эпический театр. Имеется в виду натурализм, это изображение жизни, как она есть, то есть максимально в формах напоминающих реальность. Ну, Чехов, вот наиболее известный натуралист у нас, чеховская драма. Когда вот они сидят там в чеховских пьесах и минут 10 просто ничего там не говорят. Там, ну, как бы говорят какую-то чушь, не имеющую отношения к сюжету. Вот это у Чехова считался пиком натурализма, потому что люди так в жизни тоже не по сюжету говорят. Ну, так вот, у Брехта все по сюжету. Брехт считал, что должна быть условность, символичность. Вставки этих зонгов – это вообще как бы просто прямое вмешательство автора как поэта в текст. То есть никакого натурализма у Брехта нет, и он это подчеркивает. Причем Брехт говорил, что вот популярны в 30-е годы детективы, потому что жизненный опыт человек 20-го века приобретает в условиях катастроф, ну, 20-е, 30-е, там, со всеми этими кризисами, войнами. И человек все время выясняет, в чем причины этих всех войн, увольнений, кризисов. То есть мы все время в поиске, кто же нас убивает. Поэтому детективы популярны. Его соратник Фрюдер Ходоринмат тоже говорил, что театр не в силах изобразить современный мир. Государство анонимно, бюрократично, чувственно, непостижимо, а искусству доступны только жертвы. Вот это есть, да, у Брехта. То есть вот эта логика реалистической пьесы, когда все понятно, заданы психологические все эти координаты, в которых люди действуют, да, она разрушается у Брехта, ничего не понятно, все ужасно, совершено какое-то ужасное преступление. Мы пытаемся понять, по какой причине, и сюжет может совершенно так внезапно поворачивать из сторону в сторону. Это вот та реальность, которую он 20-е, 30-е наблюдал. То есть мир резко меняется, и мы даже логику этих изменений часто понять не можем. Ну, про анонимное уж государство сейчас тем более, сейчас тем более оно анонимно. У нас все блогеры сидят в этих блогах, даже участвуют на Фейсбуке запрещенном, и все гадают, что же хочет у нас государство. То есть оно для нас закрыто, хотя на бумаге какая-то демократия, то есть вроде как государство выражает какую-то волю народа, но логику властей совершенно невозможно понять. И уже в 30-е и Брехта, и Дюринмат об этом говорили, что мы живем в мире, в котором государство совершенно анонимно и от нас отделено, и его мотивы какие-то совершенно мистические. Оно нам не объясняет, почему оно делает то или другое. То есть оно нам объясняет, но эти объяснения такие пропагандистские, такая явная ложь, что это не объяснение. Вот, вот эту вот ситуацию как раз Брехт фиксирует, считает, что вот она в основе. То есть пьесы-то все его политические, а политика превратилась в абсурд. Поэтому Брехт это такой политический абсурд. Тем не менее, они все актуальны, они все отражают какие-то реальные ситуации, конфликты его именно времени, 30-х, 40-х, много про фашизм, как я говорил, много про сталинизм. Однако все это, чтобы, так сказать, это все сделать ненатуралистичным, в основном это все за счет параболы, за счет символики. В связи с этим он часто переносит действия в Индию, в Китай, в какую-то средневековую Грузию. Даже если он пишет про Вторую мировую, то он почему-то изображает Германию 17 века и так далее. Вот мамаша Кураж. Вот перенос куда-то в историю, это, видимо, у него бегство от абсурда настоящего. То есть он пишет про настоящее, но где-то в Индии, или где-то там в Китае, но про Германию. Вот такой у него метод, у Брехта. Ну, все это добавляет такой странности, постоянное к тому же прямое вмешательство автора через зонги. Поэтому Брехта, говорю, ни на что не походит, выглядит это все странно, но как-то вот впечатляет. Все-таки кто Брехта-то смотрел, а его у нас много экранизировали и ставили, все-таки согласитесь, что это впечатляет. Даже сама вот эта странность его, какой-то он такой весь шершавый, и это запоминается. Надо сказать, что он сам же был режиссером и пытался ставить все свои эти пьесы тоже в такой манере совершенно авангардистской. Переначально он сотрудничал с авангардистскими режиссерами Германии, потом он уже в эмиграции был сам по себе и сам ставил. Ну, он фактически у авангардистов 20-х научился, а потом уже в эмиграции сам воспроизводил их прием. Брехт часто, кстати, сравнивал это все с китайским искусством, тоже довольно условным. Вот он любил Китай, поэтому часто в Китае у него пьесы. Он это описывал как такое наивное и условное искусство, и вот как бы частично говорю, что у него, так сказать, китайские пьесы. Ну, я бы это не сравнивал. Как-то странное у него, опять же, представление о Китае. Восток все-таки там все по правилам. Там оно очень такое манерное и ритуальное. Конфуции же все время и так и долбят про ритуал и ритуал. Ну, можно основное произведение Конфуции послушать в моем исполнении на канале Луньюй. Я бы не сказал, что оно сильно символическое. Видимо, брехту так кажется. Там в китайском и японском искусстве отрабатываются определенные схемы. Там основной цинь места именно, чтобы реализовать схему и при этом как-то все-таки индивидуально это сделать. То есть, как бы вот... Задача женщины в китайском искусстве. Одеваться надо как все, но в то же время, чтобы тебя заметили. А как это? А непонятно как? Ну, вот как-то выкручиваются. Но брехт не знаю, что в этом ищет. Наверное, он в этом ищет, что там схемы какие-то другие, не западные. Наверное, вот ему нравится, что отличается. Не знаю. Ну, в общем, вот так он Китай воспринимал, что там некий наивный символизм, и нужно его внести в западное искусство. Но сейчас брехт снова актуален, потому что капитализм вернулся. В общем, длительно считали, что уже, так сказать, у нас общество другое. Брехт пишет про каких-то гангстеров 20-х годов, а потом все вот эти гангстеры 20-х годов снова тут, и опять война абсурдная. И Брехт снова, кстати, при делах вот в наши 20-е годы. Через 100 лет как-то все частично возвращается. Ну, наиболее известные его пьесы «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураша и ее дети», «Жизнь Галилея», «Добрый человек из Сучуани», кстати, наши 60-ники ставили, и там Высоцкий играл в этом добром человеке из Сучуани, «Швейка во Второй мировой войне», «Кавказский меловой круг» и «Турандот». Это наиболее известные пьесы, собственно, Брехта. Ну, пожалуй, его наиболее известная «Мамаша Кураша» и ее дети, частично немножко сейчас разберем, ну, помянем, короче. Начал в эмиграции перед Второй мировой, в общем-то, антивоенная, но он ее закончил, когда уже шла война, из-за того, что им приходилось переезжать там из зданий, проблемы были и все такое. Опирался он на повесть прям 17-го века, 13-летней войны. Гриммельс Гаузин написал подробное и удивительное жизнеописание «Отъявленные обманщицы и бродяжки Кураж». Ну, вот «Мамаша Кураша», она вообще авантюристка, и исходно это Трикстер, то есть исходно это роман про мошенницу, был в 17-м веке. Но Брехт все переделал, естественно, включил кучу зонгов, сделал тут некую трагедию, ну и в то же время элементы все равно, то, что она аферистская, элементы Трикстера у нее все равно есть, поэтому сложный получился такой у нее образ у «Мамаши Кураш». Ну, напоминаю, «Мамаши Кураш» это пьеса о том, как во время войны мать потеряла всех своих детей, но тем не менее продолжает там вот работать на войне маркетанкой, то есть она, торговка, она снабжает военных всяким продовольствием, у нее там всякие любовники, дети, дети, ее один ушел на одну сторону, другой на другую сторону, дети все погибли, вот она все равно тащит и, соответственно, наживается сама же на войне. То есть «Мамаша Кураш» наживается на войне, и при этом война забирает у нее детей, и в этом трагедия. Добавлены элементы мошенницы, элементы матери, вот там трагедии матери, все это, так сказать, перемешано, и все это в антивоенном ключе подается. А «Тридцатилетняя война» это война между немцами, между католиками и протестантами, между южными и северными немцами, которая кончилась тем, что там всевозможные иностранцы устраивали нашествия на Германии, в общем, я в истории про это рассказывал. Суть в том, что война бессмысленная и, по сути, гражданская. Хотя есть и некоторые национальные там отличия между южными и северными, допустим. В первой редакции в 1941 году Швейцарии поставили, и сразу была довольно известна, ну, впрочем, был уже известен Брехт. Вот когда Брехт вернулся в ГДР, он поставил «Мамашу Кураш», и сразу был огромный успех. Они создали театр «Берлининер ансамбль», и там играли Брехта. Ну, в общем, сложная все равно тоже судьба, как и вообще у Брехта. Первоначально, вот сороковые, когда она была написана в конце, в 1939 году написана, сороковые на фоне особенно Второй мировой очень хорошо проходила. В принципе, это классическое для Брехта. Там вот все вот эти принципы эпического театра. Если разбирать метод Брехта, то лучший способ это вот «Мамаша Кураж». Он уже хорошо все свои принципы осознавал на тот момент, много статей написал про то, как надо пьесы делать. И «Мамаша Кураж» его, в принципе, такой модельный текст. Имеет этот... Эта пьеса, постановка, имеется премии, допустим, первая премия на Всемирном театральном фестивале в Париже. В ГДР считается классикой, считалась классикой драматургии и огромное количество критики написано, большей частью восхваляющей. То есть, ГДРовская литература видней очень многое разобрала эту всю «Мамашу Кураж» о том, что это шедевр мировой литературы и очень много там поинтерпретировала. Но Брехт все время метался в трактовках. Там одна трактовка, что это трагедия матери. Брехт считал, что это чисто психологически, не социально. Другая трактовка, да, что она мерзавка, и при этом, чтобы не трактовали как трагедия матери, Брехт периодически ухудшал ее поведение. То есть, есть несколько редакций пьес, в основном в ту сторону, что «Мамаша Кураж» там все хуже и хуже. Все-таки Брехт считал, что главное – это социально, то есть, показать, что капиталистическая жажда к наживе в лице «Мамаши Кураж» в торговке, она ведет к войне и бессмысленной гибели людей. Поэтому вот этот социальный, и он усиливал, но во многом пьеса привлекательна и психологически. То есть, в принципе, это трагедия матери, которая теряет детей на бессмысленной совершенной войне. Причем она осознает и бессмысленность войны, и абсурдность происходящего, и ничего поменять не может, и сама в этой системе работает военная. Психологически там так. Но понятно, что марксист Брехт добавлял там социальных смыслов про капитализм. Переживался театр Брехта, а Брехт был популярен потому, что он классик ГДР. В России проблемка с 1957 года ее перевели и ставят, Мамашу Курашну, ставят традиционно, как традиционную пьесу, в то время как Брехт ее ставил авангардно. Там, допустим, у него в центре был этот ее фургон, и вокруг фургона там было организовано сценическое пространство специальным образом. Наши все время ставили, как вот положено ставить реалистический какой-то спектакль, поэтому не прокатывало. И наша критика все время обсуждала, чересчур ли там все эмоционально, чересчур ли там все рационально и так далее. Ну, уже Брехт даже умер. Говорили о том, что вот наши постановки такие мрачные. Критик Толченова писала о постановке театра Маяковского Брехт звучит грозно, мрачно, объемен и торжественен, словно музыка Бетховена в органном исполнении и так далее. Ну вот, в общем, наши вообще пытались даже как готику какую-то это ставить. Имеется с 72-го года постановка театра Сатиры, которая, в общем, была потом экранизирована «Дороги Анны Ферлинг» 1985 года. Хороший фильм получился. Ну, по-моему, фильм 1985 года как раз сделали по Брехту, он достаточно авангардный и условный. По-моему, там уже подготовились, почитали теорию Брехта и сделали как надо. Мне, по крайней мере, нравится фильм 1985 года. Есть современные постановки, особенно в 2010-е вполне актуально. Экранизации есть 1955 года, Швеция, Германия, потом есть немецкая 65-го года, в общем-то, классическая, бельгийская 69-го и советская 85-го. Ну, сейчас эта пьеса о долгой и бессмысленной войне непонятно зачем. Прямо очень-очень актуальна. Тем более, там тоже подчеркивается, там же южные немцы против северных, и вот у нас тоже, в общем-то, родственные же все равно народы. Да, вот южный народ украинский и северный российский, и тоже вот долгая война, непонятно чем закончится. Поэтому, я думаю, интерпретация Мамаши Кураж спроецирована прямо вот на наши события, она вполне возможна, и кто-нибудь ее сделает и этим прославится, или в Украине, или в России.